Всем привет! Я рада приветствовать вас на отчете шестой недели моей работы с диетологом и массажистом. На самом деле трудно поверить, что уже половина пути пройдена, что полтора месяца я уже работаю с Настей. Настя это мой диетолог и массажист. И кажется только вчера, как будто я с ней встретилась, только вчера она мне рассказала основы диеты. Но на самом деле уже много пройдено, больших результатов, мне кажется, я достигла. По крайней мере я ими очень довольна, о чем сегодня тоже вам расскажу. И действительно у меня все больше и больше появляется уверенность в том, что я таки достигну своего идеала. Если вы не следите за серией этих выпусков, то я вам очень рекомендую перейти в мой плейлист, который полностью посвящен этой теме. И начать просмотры сначала, посмотреть мои результаты до, посмотреть мои замеры до, и тогда это видео будет для вас более логичным. Но если вас все-таки интересует просмотр этого видео больше, то давайте приступать. Уже прошла половина, сегодня буду рассказывать о своих замерах, о своих результатах, поэтому погнали. Традиционно я начинаю эти видео с того, что говорю о своих результатах в весе. Сегодня о весе я не буду говорить, потому что я столкнулась с определенной проблемой, чисто технической. Я не знаю почему, в последнее время мои весы начали очень конкретно приучить. И я сначала подумала, что это связано с тем, что батарейка села, я поменяла батарейку. И в общем-то половина шестой недели у меня пошла на смарку, потому что пока я решала проблемы с весами, у меня эти показания какие-то были совершенно неадекватные, то есть я им абсолютно не доверяю, потому что в один день они мне показывают вес 59, в другой день, на следующий день они мне могут показать вес 61,5, в чем я крайне просто сомневаюсь. И потом, например, я переставляю весы в какое-то чуть-чуть другое место, и они показывают еще какой-то третий результат, еще передвигаю весы в другое место, они показывают четвертый результат. Короче говоря, на этой неделе я конкретно с ними замучилась, я не знаю, почему они сдурели, потому что до этого сколько, 6 недель или сколько, 5 недель я им пользовалась, все было нормально. У меня довольно бюджетные весы DEX, я точно не помню, какая у них марка, но отзывы в интернете, они очень хорошие. И я задумалась о том, чтобы приобрести себе новые весы, но я залезла опять-таки в интернет, начала читать отзывы, и там даже на очень супер дорогие весы отзывы какие-то неоднозначные. И все говорят о том, что весы, в основном электронные, очень чувствительные, то есть им нужна идеально просто ровная поверхность для того, чтобы они максимально правильно показывали данные. Я нашла такое местечко у себя в кухне, поставила весы сейчас на ровную плитку, и там их и держу, я их оттуда даже их не забираю, и не трогаю для того, чтобы каждый день вот окружающие факторы не мешали тому, как будет отражаться мой вес. И вот только буквально вот сейчас вот несколько дней я вижу какой-то стабильный результат, стабильные показатели, которым можно верить. Поэтому на следующей неделе, скорее всего, мы с вами снова о весе поговорим. И сразу, пока не забыла, хочу вас попросить, если у вас есть весы, которым вы очень довольны, которые не брешут, не скачут там от показаний к показанию, в общем-то, если у вас есть какие-то советы, если есть какие-то рекомендации, я вас очень прошу оставить внизу свои рекомендации. Если это какие-то весы, то, пожалуйста, указывайте тоже модель, а не просто там, у меня весы Бош, они очень хорошие. То есть, какую-то конкретную модель, которой вы довольны. Потому что я задумывалась о том, что, может быть, стоит вложиться в весы, потому что я планирую и дальше продолжать следить за своим весом постоянно, и дальше придерживаться правильного питания. То есть, это не просто моя прихоть на, я не знаю, 3 месяца, после чего я опять начну есть все подряд и толстеть в свое удовольствие. Поэтому для меня это сейчас важно. Если есть рекомендации, пожалуйста, оставляйте. И давайте я перейду к замерам. И почему я решила сделать видео сегодняшнее на основе именно замеров? Потому что вес, как я уже сказала, у меня какой-то непонятный, но при этом я вижу все равно позитивную динамику. Я вижу, что где-то я стала тоньше, где-то стройнее, где-то все лучше стало выглядеть. Поэтому я 100% уверена в том, что динамика позитивная сохраняется, просто что-то у меня какие-то технические проблемы. Но тем не менее, опять-таки я сохранила здесь вот эту бумажку свою, там, где все мои замеры у меня есть. Итак, давайте посмотрим на мои результаты. Грудь. Я в прошлых видео радовалась, что она у меня уменьшилась. Короче говоря, уменьшилась она у меня на 2 см. Сейчас у меня по замерам 83 см. Это на 2 см меньше, чем было. Талия у меня сейчас 62,5 см. В целом это минус 7,5 см. Для меня это вообще такая цифра, в которую даже сложно поверить. Я не помню вообще даже как оно было, вот это плюс 7,5 см. И я вот сейчас вот даже взяла сантиметр. И сантиметром сделала, в общем-то, мои прежние размеры. Я так на себя примерила, скажем так, мои прежние размеры. И действительно очень сильно поразилась. Потому что намного это больше. Вот сейчас у меня именно живот, о котором я давно мечтала. И вот показания у меня сейчас вот приходят именно в ту норму, которую я хотела. То есть талия у меня 62,5 см. Это практически у меня уже модельные показания. Но так как у меня фигура довольно стандартная, довольно типичное сложение у меня, то вот эти показатели 90-60-90 см для меня как раз идеальны. Вот я с ними выгляжу просто фантастически. Если я смогу добить именно до этих показаний, то для меня это будет просто шикарно. У меня такие показания в последний раз были лет в 16. Я помню, что тогда, когда у меня было 16, я как раз всем и хвасталась. Что у меня как бы говориты практически там модельные. То есть да, груди мне немножко не хватает. Но здесь приходит на помощь белье Victoria's Secret, которое, кстати, очень классно вытягивает эти габариты. И что касается талии и бедер, то здесь уже практически все идеально. Итак, дальше. Живот. Живот это под пупком, скажем так, там где более широкая часть. У меня сейчас 80 см. В принципе, здесь ничего не изменилось. То есть как оно было тогда, когда я говорила о своих результатах, так и сейчас. Но в целом весь результат это минус 6 см живота у меня ушло. Бедра. Это, кстати, тоже безумно крутой результат. Бедра 91 см у меня. Это минус 5 см за все время диеты. Опять-таки шикарный результат. То есть талия у меня 62,5 см, бедра 91 см. Практически мой идеал. Уши. Уши это ноги. Сразу там, где начинаются бедра. И идет вот такое вот расширение. И меня это очень сильно расширение для меня раздражало. Вот эти такие складки жира. У меня в первую очередь там откладывается жир. И он там очень-очень твердый. Его разбить там очень сложно. Так вот, уши у меня сейчас 95 см. Это минус 3 см за все время диеты. За полтора месяца. Это тоже потрясающий просто результат. Потому что раньше, чтобы я не делала, уши все равно не уходили. То есть у меня уходил живот, у меня уходила грудь, у меня уходили там объемы рук, у меня уходили икры. Но только не вот эти вот верхние бедра, они как были, всегда так и оставались. Сейчас же я безумно довольна. Я смотрю, вот сейчас даже когда снимаю видео, если видео в полный рост меня, я на себя смотрю и мне нравятся. У меня ноги такие действительно стали худенькие, красивые, ровные ножки. А не такие, знаете, которые как ляжки немножко такие круглые, как у курочки. В общем-то да, безумно я довольна этим результатом. И руки я тоже замеряла вот в этом месте, там где бицепсы. 25,5 в целом это минус полтора сантиметра. Руки, кстати, я тоже, я им не уделяла особо какого-то внимания, но я заметила, что руки мне подтянулись. То есть раньше они были более такие, знаете, какие-то как водянистые что ли. Я не могу правильно объяснить это, но они такие были немножко как обвисшие, без тонуса. Сейчас они такие более подтянутые. И если говорить в целом о моем вот результате, то я однозначно на 100% чувствую себя легче. Если до начала диеты у меня было такое чувство какой-то тяжести, вот что я вот постоянно что-то вот как будто ножа какая-то на мне была. А сейчас это настолько легкое чувство, особенно в верхней части тела. В верхней части тела у меня в последнее время какое-то чувство крайней просто легкости. То есть не то, что я себя заморочным чувствую каким-то, но тем не менее, вот я не знаю, как это правильно объяснить, но у меня появилась именно такая вот легкость и приятная легкость. В ногах тоже я начала наконец-то ощущать это чувство, но еще не полностью. То есть я все равно ощущаю, что где-то там что-то есть. Но это уже настолько мизер, что мне кажется, что за оставшиеся полтора месяца я могу по чуть-чуть, по чуть-чуть к этому результату идти. И если вот все будет продолжаться так, как оно сейчас идет, то 100% я достигну именно своего максимально позитивного и классного результата. Теперь, что касается тоже того, о чем хотела с вами поговорить, это про целлюлит. Я в предыдущем, по-моему, видео рассказывала, что ко мне в гости приехала мама. И как зачастую все мамы любят говорить, куда тебе худеть ты так худенькая, не надо тебе худеть, что ты там придумала. Ну, то есть это такой типичный, стандартный разговор любых мам, которые на нас смотрят. И мы в любом, наверное, состоянии будем им нравиться, потому что они заведомо нас любят. Но, тем не менее, все равно, вот самое главное, это то, как ты сам себя ощущаешь. И я к маме, вот когда она приехала, я говорю, да ну ты что, у меня есть целлюлит, вот посмотри на ногах, мне надо от него избавляться. Ну, короче говоря, мы вот это начали с ней спорить, и в итоге я как-то так даже психолог, ну вот, вот, смотри. И я начинаю ей показывать, как бы вот так вот мять руками кожу на ногах, чтобы вот вылез этот целлюлит, вылезла эта корка такая апельсиновая. И я понимаю, что она не вылазит. И я сама, знаете, как в мультиках, да, такая реакция, типа, что? А где оно вообще? Вот, и я начинаю себя вот так вот мять, 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 и смотрю, что, ну вот, если придираться, да, то есть еще, да, вот, немножко такая вот, как неровная поверхность, да, когда я уже так выминаю себе кожу. Есть еще, но настолько меньше, что я сама просто в шоке была, я поразилась до глубины души. Потому что всегда за последнее время, за последние, не знаю, лет 5 так точно, невооруженным глазом у меня 100% было видно целлюлит, но когда вот начинаешь вот так вот сминать именно кожу, или вот просто садишься, и кожа сминается вот там, в том месте, где соприкасается нога со стулом, она как бы и сминается немножко, и сразу видно вот эту такую вот совсем некрасивую апельсиновую корку. Сейчас этого практически нет, но, наверное, на 95% этого нет. Еще остался такой пластик жира вот на попе, там где вот под складкой, там еще чуть-чуть такой вот я вижу, даже невооруженным глазом это видно, поэтому это еще то место, над которым мне нужно будет поработать. Но в целом вообще весь этот результат, я не знаю, меня просто безумно он поражает, безумно вдохновляет и дальше следить за собой, дальше выполнять все рекомендации, которые Настя мне дает. И, кстати, если, я знаю, что многие из вас обращались уже к Насте, некоторые уже стали клиентами ее, и все абсолютно, вот у нас есть в Viber общий чат, мы там все общаемся, все ее клиенты, и все делимся какими-то результатами, все отчитываемся там, что мы ели, как мы себя вели, хорошо, плохо, исполняли там ее какие-то наставления или нет. И я вот смотрю по этому общему чату, что у всех девчонок очень крутые, очень классные результаты. И у меня, кстати, там одни из самых таких вот, знаете, никаких результатов, потому что насколько у меня маленькие результаты, насколько он круто на мне смотрится, и там девчонки есть, которые уже намного больше веса потеряли, которые сменили уже там размер одежды. Я пока еще размер одежды, мне кажется, не сменила, хотя некоторые джинсы на мне уже откровенно висят. Вот, кстати, я делала видео, вы его, кстати, еще не видели, вы его увидите вот в эту среду, видео о разборе косметики. И там на мне джинсы, которые на мне сидели вот прям вот вообще, как на барабане, грубо говоря, они на мне сидели. И я вот когда пересматривала это видео, когда редактировала его, я отчетливо вижу, как они на мне начинают висеть. То есть складки уже такие на попе складки, вот здесь вот впереди так, знаете, подвисают уже эти джинсы на мне. А раньше они на мне сидели вообще, я их так застегивала, так плотненько, знаете. И что касается отчета, то это, наверное, все. Еще поделюсь с вами двумя рецептиками. В принципе, опять-таки, эта неделя была такая довольно, как сказать, ленивая. То есть я ничего такого особенного не делала. Кушала разные каши, овощи, кушала много салатов, кушала много молочки, кушала. Ну, все как обычно. Если вы следите за этими выпусками, вы, в принципе, знаете, из чего состоит моя диета, то есть как я питаюсь 5 раз в день. И хочется поделиться единственное с вами какими-то вкусняшками. Я вам сегодня хочу рассказать о двух пирогах. Они считаются как низкокалорийными, но в то же время я не могу их назвать слишком низкокалорийными. То есть если у вас жесткая диета, они вам не подойдут 100%. Если у вас такая диета, как мне хочется думать у меня, то есть я себе все равно позволяю какие-то вкусняшки, но они, как бы, ну, понятное дело, это не дарты классические, не батончики, не шоколадки, то есть ничего такого. А это то, что я приготовила. Кстати, тоже я уже говорила это девчонкам в Вайбере, тем, кто сейчас тоже со мной на этой же диете. Есть такая поговорка, или, может быть, это такое как негласное правило, что если ты это не можешь приготовить, ты это не имеешь права кушать. Мне кажется, что это очень правильное такое высказывание, потому что оно как бы подразумевает, что какие-то сложные десерты, какие-то сложные вещи, как, например, я не знаю, шоколад классический, всякие батончики, я не знаю, там торты, какие-то магазинные выпечки. В основном все мы не любим это делать сами. Мы это идем в магазин, покупаем. В магазине я не знаю, с чего там они это делают. В любом случае какие-то добавки, там, я не знаю, там есть какие-то не очень полезные. По крайней мере, в какой-то такой вот обычной магазинной выпечке 100% полно всяких химикатов и всякой фигни, которая, в общем-то, у вас откладывается, и потом откладывается в жировых складках и также портит ваше здоровье. А когда вы сами что-то делаете, сами готовите, то вы сами берете качественные продукты, и даже если это нельзя назвать каким-то низкокалорийным блюдом, например, пирог, о котором я буду сейчас рассказывать, все равно оно сделано из качественных продуктов, из хороших продуктов, вы там не намешаете какой-то химозы, и я при том, при всем, что это кушаю, все равно настолько сильно худею, настолько сильно у меня подтягивается тело, я настолько более стройная стала. В общем-то, давайте расскажу вам. Творожный низкокалорийный пирог. Для того, чтобы его сделать, вам потребуется овсяная мука. Я также использовала 2 ложки сахара, масло сливочное 130 грамм, разрыхлитель, творог нежирный, сметана нежирная и куриные яйца. Значит, изначально как нам нужно его готовить? Муку, разрыхлитель, сахар, я отбирала 1 ложку сахара, перемешала вместе с маслом, и все эти ингредиенты я замесила, у меня получилось тесто. И получившееся тесто я разделила на 2 части. Одну часть я отложила, а вторую часть я положила в морозилку. Дальше нужно взять творог, размять его вилкой, добавить сметану и яичные желтки. И отдельно белки взбиваем с ложкой сахара, тоже до увеличения в объеме примерно в 3 раза. После чего это нужно смешать с творожной массой. После этого мы собираем, собственно, пирог. Изначально ту часть, которую я отложила, я раскатала в такой тонкий блин и выложила вниз формы. После этого аккуратно выложила творожно-белковую вот эту вот массу. И сверху на это все я на терке натерла замороженное тесто. После этого поставила в духовку, выпекала, я не помню сколько, может, минут 20. Этот рецепт, сразу скажу, что он более время затратный, то есть это такой рецепт, который можно делать на выходных. Если нужно в рабочий день это делать, то, скорее всего, вы его не будете делать, потому что на все про все у меня ушло, наверное, 40. То есть там надо повозиться немножко с этим пирогом. Но какой же он вкусный! Я не знаю, это, наверное, самый лучший пирог, который я когда-либо готовила. И я еще подумала, что вот если перед вот этим вот натертым этим тестом положить, выложить какие-то фрукты, например, клубнику, и будет вообще просто пальчики оближешь. А если вам еще можно сахара, как бы побольше сахара туда кинуть, то это вообще, это настолько... Вот я сейчас и говорю, у меня просто слюни аж заполняют у меня рот, потому что настолько вкусный пирог, и столько много вариаций его можно сделать. То есть добавить какие-то фрукты, добавить больше сахара, я не знаю, меда может там добавить. Ну, короче говоря, с ним можно поиграться. Божественный просто пирог. Я уже научилась тоже их украшать. Я там всем друзьям с ним вхвасталась, они мне говорят, ну, блин, ты уже как в какой-то кондитерке печешь. Настолько круто выглядит, еще такая подача, как бы, ну, блин. Я вообще, я наслаждаюсь сейчас выпечкой. Очень мне это понравилось дело. Я там уже подзаказывала себе с Алиэкспресс кучу всего для выпечки. Короче говоря, ударилась в это дело. И второе, о чем хочу рассказать, это творожно-шоколадный пирог. Тоже он мне очень понравился. Он не такой эпично крутой и вкусный, как предыдущий, но тоже очень классный. Значит, что для него нужно? Я брала полкилограмма творога, потом 2 ложки сахара, 6 столовых ложек овсяной муки, 2 яйца, 2 чайные ложки разрыхлителя и какао. Какао, я не помню, сколько я ложила, по-моему, полтора стакана, да. Что нужно сделать? По сути, просто нужно смешать все эти ингредиенты. Не нужно ничего отдельного вмешивать. Там как-то творог, естественно, нужно размять, соединить со всеми этими ингредиентами. И в итоге получается такая, знаете, как кашица, такая однородной текстуры. Вы это все выкладываете в формулу, запекаете, и получается очень неплохой, вкусный такой десерт. Если, опять-таки, немножко побольше сахара положить, будет очень сладко, будет очень вкусно. Так как я использовала всего 2 ложки сахара, то он не был каким-то там сладким, то есть у него такой чуть еле-еле-еле сладковатый привкус. И если его потом кушать с медом, то есть можно его просто полить медом, и получается очень сладко и вкусно. Наверное, я буду на этом заканчивать, потому что, опять-таки, затянуло, по-моему, это видео на довольно долго. Если у вас есть какие-то комментарии, если у вас есть какие-то предложения, если есть какие-то замечания, я буду вам благодарна, если вы будете оставлять их в комментариях. Если ищите диатолога, массажиста, контакты Насте будут внизу. Что еще хочу сказать? Подпишитесь на мой канал обязательно, потому что только таким образом вы сможете следить. И за этой серией выпусков, и за другими моими видео. Буду вам очень благодарна за подписку. И мы с вами увидимся в отчетах следующих недель. Пока!